Всем добрый вечер, меня зовут диджей Паша Панда. Очень рад видеть людей, которых я уже видел когда-то в своей жизни, знаком, и те, кого я вижу впервые. Это очень здорово. Сегодня тема мастер-класса, тема, о которой мы думали очень давно. И когда мы ее придумали, когда мы ее обсуждали, я сначала подумал, что, может быть, это слишком личный опыт, чтобы им делиться, потому что вы сами понимаете, что работа с артистом – это очень индивидуально. По-хорошему, это как выбор любимой женщины. Если относиться к этому серьезно, не просто для того, чтобы заработать деньги и получить какую-то популярность, если ты работаешь с каким-то очень популярным артистом. И, соответственно, когда мы решили, что эту тему мы будем обсуждать, и об этой теме есть смысл поговорить, потому что все мы живем в Москве. Москва – это очень большой город с точки зрения возможностей, с точки зрения людей, которые здесь есть, и с точки зрения вариантов работы с артистами. И многие, приезжая из других городов, едут в Москву для того, чтобы работать с артистами. С одной стороны, это правильный путь, потому что это некая база, на которой, в принципе, можно некоторое время существовать в Москве. Если ты только приехал и думаешь, что в клубы, наверное, сложно забраться или как-то там играть в клубах, в хороших, я имею в виду, или барах, то есть вариант побыть с артистом, а потом, поиграв с ним, уже параллельно там что-то думать о клубной карьере. С одной стороны, это правильно, с другой стороны, не очень, потому что я сам приехал в Москву 6 лет назад из славного города Новосибирск. Там я учился в университете и, соответственно, жил, а потом подумал, что как-то надо двигаться дальше, и переехал в Москву. И когда я переезжал в Москву, я тоже ехал с мыслью работать с артистом, потому что мне казалось, ну вот, сейчас я начну работать с артистом, и значит, это даст мне привилегии, даст мне возможность знакомиться с многими промоутерами и так далее, и так далее. И когда пришло время мне переехать, когда я уже переехал, я понял, что я совершил главную ошибку, я не понял, с каким артистом я хочу работать. Почему это главная ошибка? Потому что, когда ты приезжаешь в Москву, и тебе говорят, ммм, хочешь поработать с Сулваном, к примеру, да? Ты такой, да, хочу, а не знаешь ни одной песни. Ну, ты хочешь, а песни ни одной не знаешь. Ты, конечно, можешь выучить, ты можешь каким-то образом узнать материалы артиста, с которым ты хочешь работать, но этого мало. Ты реально должен любить артиста. Почему это важно? Потому что, как бы это ни звучало пафосно, но ты защита артиста. То есть, если ты диджей артиста, и у вас хорошие отношения, сейчас говорю об идеальном случае, да, сейчас не рассматриваем, пока не рассматриваем ситуации, которые могут как-то по-другому существовать. Мы рассматриваем хороший дуэт артиста и диджея. И вот вы стоите за спиной артиста, чаще всего, да, если правильно все сделали на сцене, то вы где-то за спиной. Никогда не соглашайтесь быть не на сцене, это очень тяжело, потому что ты должен чувствовать артиста, с которым работаешь. И вот вы стоите за спиной артиста, вы вроде бы как песни-то его выучили, все нормально, то есть вы знаете, где куплет, где припев и так далее, но вы его не чувствуете. И вам покажется, что это, наверное, может почувствовать только каждый, там, сороковой на концерте, каждый пятидесятый. Нет. Это почувствует каждый на микроуровне, то есть на таких ощущениях, когда вот артист, допустим, там, выходит на сцену, начинает выступать и такой поворачивается на диджея, а диджея такой, эй, чувак, а, плей, тыщи нажимаем. И артист такой подумает, так, нет вот этого, да, вот нет грува, когда ты просто поворачиваешься, а уже диджея понимает, что делать, там, либо поскречит, либо, допустим, запустит сэмпл какой-то, еще что-то. И вот ощущение того, когда вы с артистом на одной волне, когда каждый бит, каждый сэмпл, каждая мелодия, там, не знаю, шелчок в треке, вы чувствуете вместе, это и есть настоящая работа с артистом. По-другому вообще быть не может, потому что если вы решили, ай, ладно, там, поработаю, там, годик-два, а там уже как пойдет, все, все развалится, и вы поработаете не годик-два, а месяц-два, и может неделю, потому что артист-человек, как и вы артисты, диджей-то тоже артисты, незабываемо в этом, очень тонкая натура. Если ему важно, кто с ним ездит и кто с ним работает, то он всегда это почувствует и скажет вам, извини, но, наверное, у нас не получится. Я знаю много случаев, когда артист, выбирая диджея себе в команду, потом говорил, ну, сори, как бы не получается у нас. Так вот, вот, в общем, вы первое запомните, что очень важно чувствовать артиста и не просто знать его песни, а, соответственно, угадывать его как личность, угадывать его как человека, который на сцене создает шоу, потому что вы и есть часть шоу вместе с ним. То есть, и если в моменте у вас есть какие-то ситуации на сцене, когда, я не знаю, у артиста может выключиться микрофон, или, возможно, там что-то пойдет не так, или кто-то, не знаю, всякие могут быть ситуации, и вы готовы прийти на помощь. И он в этом случае тоже, если у вас там, вы играли, раз у вас завис компьютер, еще что-то. Вот команда, она всегда сделает так, что можно из этого сделать шоу. Да, допустим, у вас завис комп, и артист не делает из этого, а, все, завис комп, я больше так не работаю, что за диджею у меня, вообще ни о чем, он ничего не сделает, это неправильно. А он даст ту информацию, тот вайп, когда люди все подумают, а и ладно, даже лучше, что все так вот произошло, и мы сделаем круто. Вот. Поэтому, первое, всегда выбирая артиста себе для работы, всегда понимайте, что музыка, его, его творчество, это 5% успеха. То есть, вы в любом случае должны любить его музыку. Ну, то есть, очень странно, если вы будете работать с артистом, и такие, фу, этот пятый трек, не могу вообще его слушать, уже невозможно. То есть, естественно, вы должны любить музыку артиста, вы, соответственно, должны чувствовать артиста. И почему это еще очень важно? Одна из составляющих всего процесса работы с артистом, это гастроли. И вы сами понимаете, что гастроли, это, ну, по сути, вы живете с человеком. то есть, вы приезжаете вместе в гостиницу, вы летите вместе в самолете, вы едете в поезде, там, не знаю, вы кушаете вместе, вы просыпаетесь с утра после тусовки, ну, не обязательно вместе, тут уж все зависит от отношений, конечно, но в любом случае, вы всегда вот на таком достаточно интимном уровне с друг другом. И представляете такую ситуацию, что вы работаете с артистом, и он вам не очень приятен, к примеру, да, ну, вы так просто за деньги пришли к нему. И вот вы приезжаете в гостиницу, и вы понимаете, что вам с этим человеком неприятно, но это уже жизнь, да, то есть, не только сцена, это реально жизнь. И вам с ним не очень приятно. Вот вы будете кайфовать этого? Я думаю, навряд ли. Ну, если уж вы, конечно, не супер циничный человек, который только за бабки. Но я надеюсь, что среди нас как раз есть люди, которые за любовь, за то, чтобы было комфортно друг с другом. Вот. И, соответственно, гастроли, это одна из основных частей работы с артистом. И диджей в данном случае, никогда не думайте, работая с артистом, никогда не думайте, что вы второй, или третий, там, я не знаю, четвертый, о какой-то там своей шкале, если вы что-то придумали. Вы такой же артист, как он. Вы часть большого движения, там, часть концерта. Вы, ну, то есть, ваши амбиции должны ни в коем случае не ущемляться. И вы не должны, вот так, знаете, ходить за артистом и говорить, ты, как-то, может, воды там, я хотел тебе помочь, я манго начистил. Ну, как бы, зачем? Вы реально должны быть в таких отношениях, когда вы можете с артистом быть на ты. Это очень важно. Потому что в моменте, если вы вдруг выстроили такие отношения, что вы чуть-чуть сзади, и такие, ну, вот я работаю с ним, он классный, я так себе диджей, меня нигде не брали, и он такой, ладно, парень, тебе можно подать работу. И все, и в моменте, когда вы приедете на гейнг-гастроли, и это все увидят, и, соответственно, дадут такое, знаете, странное ощущение, впечатление от вас, такие, зачем так, ну, можно же не работать с этим человеком. И вот, это очень важно. То есть, вы с артистом, ну, опять же, от артиста тоже зависит, артист может сказать, я не хочу ни с кем, ну, вот так быть на ты, я буду на вы, летать в бизнесе, ты будешь летать в экономе, и мне вообще, ну, там, ставь песни, песенник. Но если вам это нравится, вы, конечно, можете быть таким музыкальным БДСМщиком и гонять, типа, чтобы вас немножко так причеморили, так ногой там, вот, но желательно, чтобы ваши отношения были близки к дружеским. И вот здесь есть один капкан. Если вы начинаете с артистом дружить, прям очень сильно, вы должны четко понимать, какая это ответственность. Потому что есть варианты, как это сказать так вот, по-хорошему. Есть варианты, что когда-нибудь вы захотите сменить артиста. Ну, как сказать, не то, что вы его там попробовали и вам не понравилось. Вот просто в моменте вы можете жить-жить, и вот вам сегодня нравится Pink Floyd, а завтра вы полюбите группу Prodge. Ну, так случилось. Ну, вот вы проснулись утром, поменялись вкусом, поменялись какие-то взгляды на жизнь. И вот если у вас отношения с артистом дружеские, вы должны понимать, что это большая ответственность в моменте, когда вы вдруг неожиданно решите расстаться. Или решите, допустим, работать самостоятельно, или еще что-нибудь. И вот очень важно в такой момент, у нас будет это еще чуть попозже, очень важно в такой момент остаться друзьями. Я знаю массу ситуаций и массу случаев, когда артисты, диджей работали, потом диджей сказал, ай, мне не нравится, или артист сказал, мне не нравится, и они перестают быть друзьями. Вот это не очень правильно, потому что, поймите, если вы 2-3 года катаетесь с человеком, 3 года с чуваком, который вот просто бок о бок с вами, вы там качали и большие танцполы, и маленькие бары, и какие-то корпоративы, свадьбы, ну, всю дорогу вы с ним, и через 3 года по случаю того, что вы вдруг решили перестать работать, вы перестали быть друзьями. Это не очень правильно, старайтесь сохранять эти отношения, если вдруг так случится. Сейчас я подгляну немножечко, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Аплодисменты пока. Так, ага. Так, об этом мы поговорили. Про выбор артиста понятно, да? Я как-то вот, если что-то непонятное, меня сразу спрашивайте, чтобы я мог что-то объяснить, чтобы не было потом каких-то вот ситуаций. Да, Паша, если можно, здесь просто не все-таки профессионал, я вообще не понимаю, как это диджей работает с артистом. я к этому приду. Сейчас мы об этом будем... Я просто сейчас, я начал именно с выбора артиста, по той простой причине, что, чтобы вы понимали, что когда вы выбираете с собой работать или вас выбирают, чтобы вы четко понимали, что вам должно быть с ним комфортно. Это очень важно. А вот там, как работать, сейчас мы об этом поговорим. Итак, ощущение себя на сцене. Следующий пункт. Если вы диджей окей, профессионал, вот я подчеркиваю, профессионал, всегда, всегда, будьте уверены в техническом райдере в своем. Всегда. Если у вас его не существует, допустим, до появления такой вот истории, что вы с артистом работаете, постарайтесь его написать, попросить менеджера артиста, чтобы у вас всегда был райдер. Почему это важно? Потому что тот аппарат, который будет стоять на сцене в момент выступления, это ваша визитная карточка. Ну, помимо внешности, я сейчас говорю, да. То есть, важно, какой стол стоит на сцене. Важно, какие мониторы лежат на площадке, да. Важно, какой аппарат у вас стоит. Это все должно быть прописано в техническом райдере, который отправляет артист букинг-агентом или еще каким-то ребятам, который вас привозит. Не стесняйтесь брать лучшее. Не думайте о том, что если вы выступаете где-нибудь, не знаю, в Тамбове или в Саратове, что нужно сказать, ай, ладно, ну пусть там пионер такой-то стоит. Если вам нужен Nexus, берите Nexus. Если вам нужен карман, там, я не знаю, двухтысячный Nexus, старайтесь сделать так, чтобы у вас всегда был топ уровень. Вот именно по аппаратуре. Я работаю с артистом Илья Киреев, есть такой певец прекрасный. Мы работаем пять лет вместе. Пять лет. И за пять лет было масса случаев, когда мы приезжали, а аппарат стоял такой, что третий канал не работает, микрофон шипит, провода где-то там. Ну, то есть, и ты на этом учишься, да? То есть, ты понимаешь, что в следующий раз ты так не поедешь, потому что ты вот так стоишь, у тебя концерт, и ты запускаешь, а у тебя, допустим, вылетает фейдер, к примеру, настолько старый пульт, что все, и песня там обваливается, или там, не знаю, звук вылетает, еще что-то. Соответственно, в первую очередь, чтобы ощущать себя на сцене комфортно, займитесь техническим райдером. Прям вот, чтобы вы заходили вот так вот на гастролях, на сцену, и такие, моя девочка. И вот так, типа, все мое, я себя чувствую классно. Если вы еще AMC, плюс к этому, это очень классно. Это мы чуть позже поговорим, но микрофон тоже, думайте, какой микрофон. Видите, хороший микрофон, мне хорошо слышно. А если бы я говорил, там, не знаю, в телефон, меня было бы плохо слышно. Философия. Ну вот, с точки зрения технической, да, поговорили. Обязательно высота стола. Очень важно, чтобы вы понимали, что если вы будете вот так стоять, то это не вам неудобно, ни на сцене смотреться не будет круто. И очень важно понимать, если вы работаете back-to-back с артистом, если вы делаете какие-то перформансы, чтобы стол не стоял где-нибудь вот там, а артист ваш стоял вот здесь. Потому что, представляете ситуацию, допустим, полный зал, у вас стол там, артист поет в центре зала, ой, в центре сцены, у вас стол вот здесь в углу, вы такой выбегаете, и побежали. И народ только думает, что такое вообще было, что выбегало. Вы снова там, everybody put your hand, там меня, я диджей с ним. Хоп в угол. Понятно, да, что это не очень круто. Поэтому желательно, чтобы вы были сзади. Чуть-чуть, ну, то есть вот, либо вот где-то на таком расстоянии, чтобы ваш выход был логическим. То есть вы вышли, и до этого вас и так видели, а тут вы еще и вышли, еще дали какой-то текст, и назад, и там, допустим, еще что-то сделали, и вот у вас все подготовлено, и все скажут, да, это кайф вообще. И, соответственно, вот это все пространство вы должны уметь контролировать, даже если маленькая сцена. Старайтесь быть где-то рядом с артистом, чтобы не было ощущения, что вы такие с под земли появились и вернулись обратно. То есть обязательно это контролируете. Бывает, и мы сейчас, опять же, я хочу сказать, что мы обсуждаем некий такой идеальную модель поведения всего, но бывают случаи, конечно, разные. И, о чем я уже говорил чуть выше, если вы с артистом в хороших отношениях, и артист вас уважает, а вы уважаете артиста, то, когда вы работаете вместе на сцене, старайтесь больше придумывать каких-то ходов друг с другом, да, чтобы не было того, что вы просто ставите песню. Вот, это, наверное, самое ужасное, что можно придумать в работе с артистом. поставили. Она что-то говорит, говорит, все в порядке, все в порядке, one, two, three. И вот так вы можете проработать годами, то есть сразу выстраиваете эти отношения. Встретились с артистом, начали работать, проработали пару концертов, как у меня с Киреевым было, мы проработали пару концертов, я говорю, Илюха, погоди-ка, давай-ка вот эти моментики тут чик-чик, и он там понимает, что я заинтересован, он понимает, что мне интересно. Я ему говорю, а давай вот этот трек будем вот так запускать, а давай вот это, мы там вот можем вот так, вот так, вот это соединить так, и, соответственно, делаем уже шоу, делаем программу, делаем какие-то штуки. И вот старайтесь, чтобы ваши, чтобы вы на сцене себя прежде всего ощущали артистом тоже. Ни в коем случае, вот я уже говорил об этом, ни в коем случае не будьте вторыми. И если вы привыкнете быть вторыми, вы всегда будете вторыми. Это вот такое правило. Вот такая тема, да, аплодисменты тоже хорошо. Есть вопросы вот по ощущению себя на сцене? А, по внешнему виду, прошу прощения, по внешнему виду еще расскажу. Если вы работаете в какой-то там на большом лейбле и так далее, и так далее, естественно, за внешность отвечает там стилисты, менеджеры и так далее. Люди, которые занимаются вашим образом. Если вы, соответственно, работаете с артистом, когда вот вы вместе просто работаете, катаетесь, все у вас круто, не стесняйтесь предлагать свои образы. То есть, если вы на сцене будете стоять, ну, не знаю, как вот вы сегодня обедали, так вы сегодня вышли на сцену. Ну, может быть, для каких-то истории это и нормально, ну, хотя я считаю, что всегда должен быть какой-то сценический образ. Это круто, поверьте, это круто. Вот, знаете, многие ругают советскую эстраду и говорят, что типа, вот советская эстрада, они все-таки деревянные на сцене стояли, там, ой, мороз, мороз, ну, и так далее. Самое главное это в советской эстраде было то, что они всегда были на сцене артистами. Как они выглядели, вспомните, да, если это Кобзон, то он всегда на идеальном костюме, если это Пугачева, она всегда в большом платье и так далее, и так далее. То есть, у каждого был образ. И, соответственно, в 90-е, когда вот пошло вот это вот, знаете, загульное Кобацкое и так далее, и так далее, эстрада превратилась в уличную культуру, так скажем, в кавычках, то вот это ощущение образа, оно ушло. И я считаю, что если вы будете об этом думать и с артистом будете договариваться, что, допустим, вы сегодня там, не знаю, в фиолетовом, и, не знаю, задумали себе там на весенний тур сделать какой-то фиолетовый мерч, сделать круто, чтобы это смотрелось. И на сцене, поверьте мне, ну, как человек воспринимает, да? То есть, он вас увидел, сделал первое впечатление, да, что-то такое, подумал, круто. Потом он слышал ваш голос, если вы артист, такой сказал, прикольно, если он там, допустим, не слышал вас или впервые на концерте. И уже потом он начинает смотреть, ну, то есть, ему скучно становится, он уже услышал ваш голос, он уже посмотрел, что вот вы такой, и он начинает вас оценивать вот с точки зрения вашего образа. И если у вас какие-то суперкрутые кроссовки, он будет весь концерт на них смотреть. И даже, если ему уже будет дико скучно вообще, как вы там поете, он просто с подругой пришел, а подруга очень любит этого артиста, он будет на ваши кроссы смотреть. И он потом всем будет рассказать, ну, да, этот артист как-то не очень, но кроссы у него, боже, что за кроссы, где их взять. То есть, вот чем больше у вас, на вас даже в том числе будет таких хуков, тем интереснее будет смотреть на вас в команде. И если, представляете, вот вы, допустим, выходите в сиреневом, а, там, я не знаю, артист в белом, на белом каком-то костюме, и на половине концертов, на половине концерта вы выходите в белом, он в сиреневом. Ну, то есть, понимаете, да, что можно вот так это все крутить. Это реально можно делать. Сейчас очень много крутых дизайнеров, очень много возможностей для того, чтобы сделать самому какой-то мерч, придумать дизайн, там, найти каких-то там ребят, которые вам это сделают. И, в общем, в целом, вот это ощущение, вы должны на сцене быть как дома. Вы должны выходить и понимать, что вы лучше всех. Вот, да, все крутые артисты, вы всех уважаете, и там, у каждого своя дорога, у каждого свой путь, но вы здесь и сейчас, в эту минуту, в эту секунду, даже вот, там, я не знаю, если у вас не олимпийский, а просто барчик какой-нибудь, сделайте так, чтобы вы на этой сцене, в эту секунду были лучшими. И тогда, через какое-то время, будет олимпийский. По той простой причине, что для тех, кто лучший, ну, размеры расширяются, да, то есть, вы такие, ну, мы лучшие. И вам звонят, алло, это олимпийский, вы хотите вас пригласить, вы слишком лучший. И все, и вас начинают приглашать, потому что это видно, это читается, это, соответственно, работает. Вот, в общем, так. Есть вопросы по ощущению на сцене? Если что, задавать? Сейчас паузу немножко сделаем, мне просто водичку, если не сложно, можно? Можно? Можно. Вот, видите, не подумал, да? Вот, не подумал, что надо водичку заранее, соответственно, сейчас водички попью немножко. Пока музыка. Кстати, этому треку 18 лет. Вот этому. Как время летит. Как время летит. там, не exhibitions, почему вы понимаете, Поехали, могут быть great. И ничидит. А неarcíss所. Ага. Сын, Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 потому что все построено, ну, вся наша жизнь построена на ритмике, мы все время, мы ходим в одном ритме, мы там пьем с какой-то скоростью, то есть все равно есть ритм. Представляете, вот вы пьете горячий кофе, пьете-пьете, и в момент так сделали, кайф, да? Чик вырвали какую-то историю. Вот так же с артистами, если вы работаете, если вы чувствуете вот эти точки, если они отрепетированы, плюс ваш опыт, здравствуйте, вот, плюс ваш опыт, вы, соответственно, создаете вот эту магию, магию союза. И когда вот эта магия работает, когда вот только вы начинаете какие-то фишечки, бам, пошел кач, хоп, 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 через 2-3 трека народ ваш, он будет с вами. И даже если в моменте где-то там пойдет за парк, а что-то там народ на таком движет, что ему уже будет кайфово и так далее, это нужно репетировать обязательно. Вот такая. Спасибо. Следующая тема. Если вы не просто диджей, а еще и MC. Это вообще очень такая интересная тема. Есть люди, кто с микрофоном работает. Вот так. А кто хотел бы работать с микрофоном? Такой вопрос, знаешь, такой. А кто хотел бы работать с микрофоном? Вот. О, хорошо, сеньорита хотел бы. Здорово. Смотрите. Есть такой проект. Кто знает Вилл Смита? Да? Кто знает диджей Джази Джеб? Окей. В общем, есть вот такие два прекрасных человека, два прекрасных артиста. Джази Джеб – это легенда. Вилл Смит – это тоже легенда. И это, ну вот, чтобы вы понимали, если вы хотите посмотреть, как работает диджей и MC, то вот вам нужно посмотреть, как работал Вилл Смит и Джази Джеб. Это первый дуэт, вот на такой большой, на большом пространстве, медийном таком, где диджей и MC – это было то, о чем я вам говорю сейчас. То есть, чтобы вы понимали, Джази Джеб – это первый диджей, который говорил, ну, точнее, Вилл Смит – это был первый такой MC, который, ну, типа, чувствовал диджея, а диджей чувствовал MC. Это было настолько круто, и что они просто взрывали все чарты, и это было круто. Вот это был Fresh Prince, да, чтобы вы понимали, что это было очень мощно, очень сильно. И посмотрите, как они выступают, посмотрите, как они это делают. То есть, вот Джази Джеб и Вилл Смит, забивайте, смотрите, лайф – это кайф. Вот это настоящая работа MC и диджея. И когда вот это все происходит на сцене, этому нужно учиться, вот именно так работает. Сейчас как? Сейчас вот есть, допустим, диджей или артист, и с ним там MC Бэк, да, работает MC, и артист такой, ай, там что-то говорит, там, буги-буги-вайки, 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 и артист такой, что-то там шепчет. Это неправильно. То есть, если вы диджей и еще работаете с микрофоном, вот эти все ходы тоже должны быть продуманы. Вот вы, допустим, идет трек, вы разбираете трек таким образом, что есть точки, на которых вы бетчите, ну, то есть, где звучит ваш бек. Слушайте трек, разбираете с артистом, он говорит, давай вот здесь будет твой бек. Не просто ты вот захотел тут сделать бек. Это отрепетировано, это вы попробовали, это круто звучит. Ваша задача, чтобы на сцене это смотрелось кайфово, чтобы не было так, что ты такой, он там поедет, небеса, ты такой, небеса! Он, небеса, эти небеса, он, небеса! Что-то там по-своему, это неправильно. Вы должны вот все вот эти моментики чувствовать и так далее. И плюс еще, если вы MC, то вы должны понимать вот свое процентное соотношение в этом. Ну, есть MC, который, знаете, вот начинает работать с артистом и такие работают, работают, работают через 30 концертов. Такие, я хочу еще 8 треков петь в твоей программе. Я не могу, мне мало, я хочу еще, еще, еще! Артист такой, да ты уже больше меня поешь! Я уже просто выхожу и говорю, окей! Я такой-то, и MC такой, это он 100%! Дайте шумок, где я? Я не слышу! Артист такой, че он? Вот ваша задача очень четко понимать свой процент. Для того, чтобы и вы не заглушали артиста, и не были чуть сзади. Вот были вот, знаете, в комфортном положении для себя, чтобы вам не было так, ну, да, я там что-то фразу говорю, мне неинтересно. А чтобы и вам было интересно, и артист не закрывался вами. И в то же время вот происходила вот эта вот движуха. Если вы работаете с микрофоном, определите для себя, какой вам микрофон нужен. Потому что есть, образно говоря, два типа MC. Есть MC, которые ставят стойку и пробуют, ну, берут микрофон... Как-то голова я прилетела... Со шнуром. Берут, ставят его, и, соответственно, вот так у вас микрофон, да? То есть вы можете его двигать. Это почему удобно? Потому что у вас все время свободны руки. То есть если вы скретчер, если вам нужно много пилить, пары, троли-вали, все дела, то это очень удобно. Потому что руки всегда свободны, вы всегда можете поддерживать. Но есть минус в том, что если вам... Ну, вы часто выходите с артистом на фронт, то есть вы делаете какой-то движ с артистом, то все время это вот так снимать, выбегать. И, ну, вы сами понимаете, это неправильно, и это может запуститься, это может порваться и так далее. Вариант, что у вас еще второй тут радио будет лежать? Ну, можно подумать, но не самый, наверное, такой удобный вариант. В общем, вот первая история, это когда у вас есть стойка. Это тогда, когда вам часто нужны руки. И второй вариант, это радиомикрофон. Он лежит всегда здесь. Это в моменте, когда вам нужно что-то такое сказать, выйти на сцену, покричать, зажигать зал и так далее. То есть выбирайте для себя, какой вам вариант удобнее. И не стесняйтесь быть MC. Понимаете, есть вот такие варианты, когда вот ты классно с микрофоном работаешь, все у тебя получается, ну, ты начинаешь с артистом работать, и все. И ты зажался, ну, и ты вот до этого там все зажигал, делал красиво, а тут раз в моменте, что-то пошло не так. Если вас что-то беспокоит в этом вопросе, ну, когда вы с артистом работаете, не стесняйтесь задавать вопрос, не стесняйтесь спросить, а как бы было, если бы мы работали вот так, и я бы был еще как back MC. Поэтому, это хорошая штука. Вообще, я считаю, что работать с микрофоном очень важно. Ну, не только, когда ты с артистом, а вообще, если ты диджей. Это очень крутая штука. А сколько важно, когда ты же имеешься в микрофон, да, и как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, смотри, какая есть история по гарнитуре. Вот ты, допустим, с гарнитурой. Вот она у тебя здесь висит, вроде все, но это, гарнитурой это лучше, когда ты конферанс ведешь, то есть это когда ты вышел, добрый вечер, или там ведешь лекцию какую-то, как я сейчас, например. Потому что, когда ты работаешь с микрофоном, это все время, ну, это движение, то есть ты же не будешь каждый раз его выключать, включать, и ты можешь в моменте там скречешь, такой, и это даст микрофон, понимаешь? То есть тут ты контролируешь расстояние от него, здесь он лежит, и ты понимаешь, что у тебя вот это вот, ну, у рта ничего нет рядом. Согласен. Так себе пример. Ну, короче, вы поняли. И ты все время, ну, у тебя нет опаски, что ты что-то ляпнешь. Ты же можешь там, допустим, вы настолько в близких отношениях с артистом, ну, в хороших, в дружеских, что ты можешь сказать? Знаете, у меня была история, быстро расскажу. Была история, работал на одном мероприятии, работаем концерт с артистом, и следующий звукорежиссер, который меняет, ну, то есть следующий артист выходит, у каждого, у каждых артистов есть свои звукорежиссеры, которые ставят минусы и так далее. И в итоге, мужик такой прям, ну, лет под 50, такой, знаешь, заряженный, видно, что он уже 98 лет работает в этой сфере, он так, знаете, чем отличается молодой звукорежиссер от опытного? Молодой такой заходит, такой, так, что за пульт? Ага, Ямаха. Так, цифровой, 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 такой, цифровой. Угу, тут кнопка П, С, так, зажать, микрофон, дилейчик. Как заходит профессионал такой, Ямаха. Ну, что, нормально не поставили? Ну, что, ну, как я на этом работаю? Я хочу работать на другом там, или там, ой, да на этом вот так, закрытыми глазами работаю, смотри, что делаю, смотри, что делаю, смотри, эхай, эхай, ну, то есть, вот такие, И вот такой меня меняет, такой звукарик. Он такой заходит, такой... Я ему говорю, сколько вам времени подключиться надо? Минут. Я говорю, что правда минут? Минут. Я говорю, а как подключаешь? Мини-джек, компьютер. Проблема. Никаких проблем. Все делаем четко. Я говорю, окей. Он ставит комп. У него заведен на канал мини-джек. Вставляют в компьютер. Артисты выступают. И вот так сцена. Ну вот так, где вы сидите, вот так уже сцена начинается. И кто-то из участников группы так поворачивается и говорит, микрофон погромче. Ну типа ему вот так. Микрофон погромче. Он говорит, уши, блядь, мой. И такой. Ага, да, да, да. То есть понимаете, да, что есть такие, которые, ну типа, хоп-хоп, а есть такие вот, и поэтому если ты вот с этой вот петличкой, и он тебе повернется, скажет, микрофон погромче, и у тебя это может выйти. Ну, соответственно, это не очень правильно. Чуть не интересен, сорян. Но так и было этот стат. Итак, окей, поговорили об МС, если вы еще МС. Если есть вопросы, я отвечаю. Я отвечаю по-братски. Есть вопросы по МС? Окей. Здорово, все все понимают. Или я хорошо объясняю, или плохо. А где ты был, когда он набирался, как МСикова смотрел? Ооо. Ребят, короче, заказываем кофе сейчас. По чаю. Заказываем булочки. Сидим до утра. Я вам сейчас все расскажу. Реально. Короче, по поводу МС. Когда мне было 14 лет, 15, это было давно, в то время не было еще так распространено понятие МС. Это был 2000 год, 2001. И тут неожиданно как-то так случилось, приключилось. Я вообще все время диджейнгом увлекался, ну, типа с 11 лет. И так случилось, приключилось, что мне там чувак один, который тусовался со мной на вечеринках, сказал, «Блин, ты так зажигаешь танцепол, круто, давай ты будешь с микрофоном». Я говорю, «Чего?» Я вообще ни разу так не делал. Он мне говорит, «Давай будешь, все, будет круто, ты вообще мощная, если тебе дать микрофон, все будут так же зажигать, как ты». Я говорю, «Да нет, все, ты МС». Я говорю, «Так». Вроде не послали никуда, но что-то обидно, что я такой МС. В итоге, тогда еще не было, ну, так развит интернет, все было немножко так, совсем не очень. И у меня был знакомый и есть, который достал видео с каких-то английских сайтов о том, как работают МС в ночных клубах. И мы сидели и смотрели вот эту всю историю на диске. А, МС был, да? Да. И мы смотрели эту историю на дисках. Ну, то есть, вот мы смотрели английских МС и смотрели, как они работают. Я понял, что такое МС. Тут важно понять, что такое, ну, кто такой МС. МС – это человек, который создает атмосферу, настроение. То есть, музыка, понятное дело, тоже. Но если вот музыка вот такая, ты такой, все плохо. Слишком неудачный вечер. Ха-ха-ха-ха. Неудачный, неудачный, ты на сцене. Ха-ха-ха. Нет, нет, нет. Ну, то есть, вы понимаете, да? А если ты готов давать вайп, давать любой, все, раздал, все счастливы. Ну, то есть, МС – это как раз вот эта история. То есть, это важно. И мы это поняли, что вот, типа, эти английские МС, они, по сути, по своей просто дают вот эту энергию. И все, и я, соответственно, с 2001, с 2000, с 2001 года по 2010 где-то я работал МС. И все, а потом, нет, по 2008. А потом с 2008 стал уже играть параллельно. И с 2008, вот уже 10 лет я именно играю в МС. Но, когда я был МС, вот эти 8 лет, я тоже играл, но не официально. То есть, я там тренировался, делал какие-то свои штуки. И я нарабатывал такой опыт. Ну, и плюс я еще на радио работал. Соответственно, это тоже давало определенный опыт работы с микрофоном. Короче, я вам что хочу сказать, вот в финале, чтобы вы прям так поняли. Если у вас есть желание работать с микрофоном, не оттягивайте, работайте с микрофоном. Это классно, это кайф. Понимаете, в моменте вы можете вообще поменять ситуацию. То есть, музыка – музыка, а тут у вас вот есть вообще вот этот посох. Вот там, хоп, направили людей. Там кто-то не улыбается. Хей, улыбнись, улыбнись, смотри, что ты делаешь. Остановись, хватит улыбаться. Вот, окей. Нет, вот на радио, когда я работал, да, естественно, мы там и занимались, и ставили мне опору. Ставили мне опору, звучит, да, как будто я такой был разваленный. В общем, есть такое понятие опора, это вот здесь, для дыхания, да, чтобы… А, многие, вот я, кстати, кому интересно, многие мои знакомые, ну, кто недавно MC, кто занимается этим недавно, или просто, может быть, решил заняться. Они говорят, ну, Паш, ну, как быть, вот я там отработал в клубе, утром просыпаюсь, у меня там голоса нет. Это самая главная ошибка. Никто не работает на связках. То есть, все, что здесь, по большому счету, все вот здесь. Если вы все время на сцене, вы просто к утру, у вас все здесь будет разбито, и это приведет там к узелкам на связках и к проблемам вообще с голосом. Если вы решили заняться этим делом, то будьте добры, сходите к фониатору, сходите к профессиональным людям, которые посмотрят, помогут. Если что-то начало мешать, болеть, ну, не оттягивайте, да. Есть такой вопрос? Если ты работал параллельно ведущим, один человек, если вы знаете, вы делаете на 100, сказал такую вещь, что если ты хочешь работать ведущим, не работай с ним. Вот как ты соблюдал эту грань, чего нельзя делать, или что нужно, наоборот, делать, чтобы оставаться ведущим определенным зрением комиссии, 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 комиссии? Смотри, есть такое вообще понятие во многих сферах деятельности. Начинает там от людей, которые, там, не знаю, пекут хлеб, и людей, которые работают с микрофоном. Вот, допустим, ты печешь хлеб, да, на примере на таком, у тебя очень круто получается делать батон, ну, ты просто царь батонов. Вот ты прям садишься, делаешь батон, и люди, бээээ, что за батон, лучший батон. И ты в моменте такой раз сел и думаешь, ну, все, я король батонов, чем мне делать? А тут в моменте, ну, ты понимаешь, смотришь на другие какие-то пекарни и смотришь, что, допустим, там, булочка с маком становится популярнее батона. Ты такой, фак его, я раньше зарабатывал там 10 миллионов, сейчас 2 миллиона, потому что все покупают булочки с маком. И ты встал вне рынка, все, ты не нужен, потому что батоны стали неинтересны. Вот так и в работе с ведущим или МС, развивайся по все стороны. Будет круто, если ты классно свадьбу отведешь, просто божественно, да, и в то же время вечером ты приедешь на площадку в клуб и прокачаешь площадку. Представляешь, сколько у тебя возможностей у тебя будет, да? То есть ты можешь и там, и там, а потом в моменте такой, о, у меня неплохо получается вести детские праздники, это суперсложно, реально, это одно из самых сложных дел. И ты такой, у меня неплохо получается, прокачался, еще и детские забрал. Человек тебе звонят из конторы, говорят, ты, слушай, ты все работы забрал. Ты такой, да, это я. И все, понимаешь, и чем больше ты развиваешься, тем лучше. Никогда не слушай либо тем, либо этим. Понимаешь, если бы я думал о том, что если я МС, то я не могу быть диджеем, то я бы не был диджеем. И все, я бы уходил там, в микрофон говорил. А потом, понимаешь, в моменте же что-то надоедает. И ты в момент, вот я, допустим, почему в какой-то момент перестал быть только МС? Потому что я понял, что я вот себя уже реализовал вот именно как МС, как человек, работающий с диджеем, который там подкачивает, танцпол и так далее. Мне уже вот хватило. То есть в какой-то момент мне стало этого достаточно. Я понял, что, ну, у меня есть еще умение диджеить. И это можно объединить и превратить в какой-то большой проект. Сейчас вот у меня есть проект «Дрампанда» с барабанщиком. Это еще один проект. Это еще одна ступень моего развития. Если бы я себе когда-то сказал, ну, с барабанщиком я в жизни не буду работать, поэтому никогда в жизни я с ним не буду работать. У меня бы ничего не получилось. Соответственно, я всегда думаю о том, что если бы ты мне завтра позвонишь и скажешь, Пашка, давай мы с тобой сделаем, я буду проект «Данс» крутить на сцене, а ты типа будешь там делать «Музон». И мы с тобой сделаем какой-нибудь первый проект «Данс», клубный проект. Так давай. То есть вот в этом весь кайф. И если ты ведущий «МС», соответственно, пофиг. Главное развивайся. Так, еще раз аплодисменты, дайте водички еще. Так, сейчас музончик вам, а то вы скажете без музона, то получается какая-то фигня. Сейчас, пять секунд буквально. Пять секунд, пять секунд, пять секунд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так, друзья, мы возвращаемся на нашу прекрасную лекцию на тему взаимодействия артиста и диджея. И мы пришли к тому самому моменту, который, если у вас нормальные амбиции, которые обязательно случатся, это когда вы сами захотите быть артистом. Потому что сцена – это такая штуковина, которая, если вы ее познали, если вы почувствовали кайф сцены, если вы почувствовали, когда в момент все поют песню, которую вы со сцены делаете, выступаете с ней, вы по-другому просто больше жить не сможете. Ну, то есть это такой один из самых главных моментов в творческой карьере, когда вы чувствуете сцену. И в любом случае вы захотите стать… Ну, ладно, не в любом. В 90% случаев вы захотите стать артистом. И здесь есть очень главный и очень важный момент. Не, как бы это сказать… В общем, не преувеличить свои возможности… Ну, то есть внутренне не думать о том, что вы можете так, а на самом деле еще ничего не можете. Просто бывают случаи, что вот вы работаете с артистом, и вы в момент такой вот захотели стать артистом на каком-то концерте, да, вот вы ушли с концерта и такие… Не, все, надо быть, надо быть самому, я знаю, я умею. И, допустим, говорите своему другу, артисту, вы говорите… Ну, все, чувак, я хочу идти в свободное плавание. И если у вас реально ничего не готово, если вы реально не понимаете, какой вы на самом деле артист, то есть вы не попробовали, вы просто вот махнули рукой и ушли, редко когда так получается. То есть если вы почувствовали внутри, что вы вдруг захотели стать артистом полноценным, то никто не мешает вам с вашим коллегой, с вашим вот артистом, с которым вы работаете, об этом поговорить. Не сообщайте ему об этом за час до выступления, да, образно говоря. То есть вы ему скажите, да, я вот тут думаю стать артистом, что ты мне… Давай попробуем как-то это вместе превратить… Ну вот, ясно дело, что он там не будет за тебя песни писать там или еще что-то, но в целом вы сможете это обсудить, и вот этот уход будет более плавным. То есть не будет такого, что вы выступали, летите в самолете, и ты ему говоришь, сорян, чувак, я завтра ухожу. Это, ребята, очень некрасиво. И вот если вы решили стать артистом, постарайтесь это сделать плавно, красиво, и чтобы не было ощущения, что вы бросаете человека. Потому что так же, как и вы, и он, он отдал им очень много сил. И времени, и переживаний, и концерты – это всегда стресс, это всегда эмоциональный подъем, бывает и падение, когда вы приезжаете на гастроли и видите, что народ вас не слушает. Бывает и такое всякое. И поэтому уважайте артиста, с которым вы работаете, очень важно, чтобы артист вас тоже уважал. И вот если вы вдруг, даже если не по причине становления артистом лично, а просто решили расстаться в творческом пути и уйти куда-то, или в свободное плавание, или к другому артисту, постарайтесь не тянуть с этим. То есть если у вас это ощущение появилось, если у вас это ощущение внутри, то поговорите об этом раньше того времени, когда об этом хотя бы кто-нибудь узнает, кроме вас. Потому что если кто-нибудь узнал, кроме вас, об этом, артист, которым вы работаете, узнает об этом на следующий день. Потому что все, кто вас окружает, и все, кто знает вас, в момент, если вы вдруг придумали уйти от артиста, об этом ему расскажут. И это будет очень некрасиво. Если кто-то рассказал вашему артисту, что вы от него уходите, или вы решили пойти в свободный план. Как только вы это решили, первым, кто должен об этом узнать, это должен быть ваш партнер, артист, которым вы работаете. Это будет очень уважительно. Не бойтесь того, что это будет тяжелый разговор. Это может быть тяжелый разговор. Возможно, артист вам скажет, да, я это слышу, я это чувствую, и правильно, давай сделаем так. Но артист, с которым вы работаете, должен узнать об этом первый. Тогда вы останетесь честны, и тогда ваше внутреннее состояние, с которым вы работали, и так далее, останется. И прекрасно, если вы останетесь друзьями. Это очень здорово. Потому что, я как уже говорил, если вы работаете долго с артистом, если вы с ним ездите на гастроли, если вы живете с ним, он становится вам родным. Это круто, когда так. Бывают разные случаи, но мы сейчас говорим о хороших. Вот такие вот дела. Спасибо вам большое. Если еще есть какие-то вопросы о взаимодействии, может быть, что-то я не учел, и есть люди вообще, которые работали с артистами? Ну, или, по крайней мере, вот-вот хотят. Ну, то есть, есть у кого-то такое желание, чтобы работать? Тогда я задам вам пару вопросов. Первый вопрос. Как долго бы вы хотели работать с артистом? Ну, пару лет точно. Пару лет? Ага. В твоем случае? На моем случае все зависит. Ну, я не могу так сказать. Ну, я точно могу сказать, что не месяц, не год. Ну, то есть, как долгосрочная какая-то история. А какой жанр? Хип-хоп. Хип-хоп? Я не знаю, я не хип-хоп. Я не хип-хоп, ага. Окей. Есть ли у вас такой вот шорт-лист артистов, с которыми вы хотели... Мне сейчас не обязательно о нем говорить, просто есть ли у вас такой шорт-лист? И сколько в этом шорт-листе артистов? Три. А у тебя? Тоже три. И есть ли вот из этих трех артистов, с кем бы вы хотели... Говорить не обязательно, правда. С кем бы вы хотели работать. Есть ли кто из этих трех артистов ближе к вам, с точки зрения возможности добраться до него? Ну, не в смысле подкараулить, а в смысле... В смысле коннекта. Что я сказал? Диджеем артиста. Когда становишься диджеем артиста, чаще всего это происходит по знакомству. Вариант того, что ты увидел объявление «Ищем диджея для артиста», ну, есть, конечно, варик, но он очень маловат. Поэтому, если у вас есть знакомые, ну, вот вы, допустим, хотите быть диджеем какого-то артиста, и у вас есть знакомые, которые с этим артистом общаются, тусите с ними, да, и у этих друзей попробуйте как-то узнать. Вообще есть вариант, возможность, может быть, он ищет диджея. Вот только таким образом. Не ждите, когда вы неожиданно услышите где-то там вот в Pioneer DJ School, что кто-то вам рассказывает, что, а, там какой-то артист ищет диджея. Нет. Почему это очень важно? Вот я многих знаю диджеев-артистов, и они все попали к артисту через знакомого. Ну, кто-то там, сидят они там, образно говоря, на студии, и чувак такой говорит, блин, диджей нужен, у меня тут диджей заболел, или там, я не знаю, у него ребенок родился, он там перестал сам на гастролить, мне нужен диджик. И чувак сидит, говорит, о, у меня крутой чувак есть, вообще выглядит бешено, все, диджей с опытом. Он говорит, все, зови. Только так работает. Поэтому, если вот есть у вас такие ребята, этот шорт-лист, очень важно иметь шорт-лист, кстати. Это очень важно, потому что вы можете у 20 артистов хотеть работать, и ни у одного не поработаете. Если этот шорт-лист есть, то старайтесь через знакомых дать понять, что вам интересно с этим артистом поработать. Это, знаете, была история, когда-то давно, почему-то, не знаю, ну, я очень люблю группу ТГК, ну, мне очень нравится трек «Грутик». Кто-нибудь слушает, да, такой хип-хоп. Есть такие, вообще, ребята. Вот, и когда-то давно я думал, как классно вообще стать диджеем ТГК. Мне прям хотелось. Я хотел вот этот весь, такой уличный хип-хоп дворовый, кайф вообще. Почему-то мне так очень хотелось. Я еще не знал, что у них есть диджей Пузо, ну, вот чувак, который с ними уже много лет, и пишет там биты. И я как-то об этом не задумывался. Я такой думал, еще в Москву не переехал, и думаю, бенч, стану диджеем ТГК, буду бешено кататься, все там, буду петь с ними песни. Приезжаю и начинаю в этом разбираться, ну, то есть, как-то вот прокачиваться, и понимаю, что у них есть диджей, и смотрю, что он уже столько с ними лет, еще биты пишет, думаю, когда я вообще стану диджеем ТГК. И тут недавно я знакомлюсь с Пузо, и, короче, это круто. Ну, то есть, тот момент в том, что, типа, ты понимаешь, что можно даже вот, как бы, уже забыв об этом, все равно прийти к той точке, ну, о какой ты когда-то думал. И ты в моменте, может, ты хотел быть диджеем такого-то артиста, ты понял, что там никогда это все уже не произойдет, и в моменте ты знакомишься с этими ребятами, становишься с ними хорошими друзьями. В общем, в целом, не выпускайте внутреннее желание быть с кем-то, работать с кем-то и так далее, и тогда у вас все получится. А если в моменте вы уже устанете искать, то становитесь артистами самостоятельно. Это тоже круто. Все, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok